Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей и сегодня будем говорить про архитектуру. Архитектуры бывают разные, их бывает огромное количество. И так или иначе те или иные применяются на тех или иных проектах. Как-то вместе, как-то порознь, как-то несколько, неважно. Суть сводится к тому, что для того, чтобы эти архитектуры работали, или вот эти подходы архитектурные, нужны какие-то инструменты. Первый вариант, вы написали инструмент сами, второй вариант взяли уже готовый. Ну и вот entity-процессор, который я сегодня хочу вам показать, вернее даже я хочу его сегодня написать, а вам предложить его использовать, это один из инструментов. Наряду с ним у меня будет использоваться другой инструмент, который называется медиатор, ну я имею в виду Nougat Packet. И собственно говоря, речь пойдет про архитектуру думательного дизайна, предметная область, события предметной области, агрегаты. В общем, будем много писать кода, надеюсь. И перед тем, как написать код, я покажу некоторое количество слайдов, чтобы вы могли точно определить, где, в каком месте мы находимся, говоря про entity-процессор, где он используется, каким образом, в том числе, кстати, и про медиатор. Я подготовил консольное приложение, оно на самом деле простое, с точки зрения, опять же, банального гидса, если так можно выразиться. И мы вот это консольное приложение разберем, что с ним не так, почему оно не работает, и попробуем его трансформировать в консольное же приложение, но уже которое использует другой подход. То есть, у которого есть события предметной области, и сама предметная область, ну и как это можно дальше использовать, мы уже поговорим про перспективы. Вам напоминаю, что желательно подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Возможно, это видео не последнее на эту тему. И, в общем-то, посмотрим, переключаемся. Ну, надо понимать, друзья, что на самом деле DDD, то есть DDD, то есть DDD, это такая большая, пребольшая тема, и мы коснемся только как раз вот событий. И если говорить, насколько новая эта история, нет, она далеко не новая. Еще в 2000 году Мартин Паулер рассказал про Adeline Event. В общем, это какими-то разными способами переливалось из одной архитектуры в другую, из одной паттерна в другой. И, в общем, на самом деле принцип остается один и тот же. Я не буду вдаваться в подробности, мы об этом, может быть, потом когда-нибудь поговорим. Но суть сводится к тому, что когда делаются какие-то бизнес-операции в вашей системе, то так или иначе они должны испускать, так сказать, какие-то события. Эти события должны перехватываться другими бизнес-процессами. И вот, если говорить про реализацию, то реализация бывает разная. Но перед тем, как начать, давайте я расскажу основные ключевые моменты про события домена. Итак, друзья, Adeline Event является важной концепцией Domain Driven Design. Надо сказать, что Эри Кэван своей книжки изначально даже про них не упомянул, они появились чуть позже, как дополнение. Adeline Event является частью доменной модели. Собственно говоря, доменная модель может запускать эти Domain Events, то есть события домена. И такие же события могут запускать и агрегаты. Мы говорили про них в одной из видео. И надо понимать, что в агрегатах содержится несколько моделей, одна из них важна. В общем, пересмотрите видео, там все понятно. И если говорить про ограниченный контекст, называемый Bon Context, то он как раз как-то должен общаться с себе подобными контекстами, не выходя за свои пределы. Это просто как бы прописная истина. И на самом деле все, что происходит в системе, может быть описано как события, но не все события являются событием домена. Я уже упомянул, наверное, в одной из видео я говорил, что события домена обычно это те события, которые связаны на создание, на удаление, в общем, на крут операцию. В основном на создание обновлений. То есть, если какая-то сущность где-то создалась, то где-то кому-то нужно об этом знать, грубо говоря. Или если где-то было какое-то изменение, то, соответственно, опять же, кто-то где-то или кому-то, или пачки кому-то, если так можно выразиться, должны про это знать. Если говорить про концепцию микросервисов, мы сейчас возьмем за основу, то представьте, что есть у нас разные микросервисы, голубенькие мы обозначены, которые то есть, из предметной области, а допустим, фиолетовым обозначены те, которые инфраструктурные, так сказать, поддерживающие сервисы. И, так или иначе, они все между собой общаются через шину данных, трируют туда-сюда какие-то сообщения. И вот эти вот сообщения очень похожи на события домена. То есть, теоретически, с точки зрения банальной эрудиции, вот эти события домена, они могут триливаться внутри микросервисной архитектуры, а также могут внутри конкретного сервиса. Если мы, допустим, возьмем какой-нибудь ордер сервис, то заглянем в него поглубже и вспомним, что этот ордер, ну пусть он будет микросервис, но теоретически это может быть и монолит, и какой-то веб API, и какой-нибудь веб форм. Не важно, что это. Суть сводится к тому, что внутри этого сервиса есть какие-то депозитории, ну может быть даже сервисы, может быть даже провайдеры, может быть даже еще какие-то менеджеры, или еще какие-то инфраструктурные единицы, которые, ну теоретически, должны между собой быть связаны. И не просто, а как-то, наверное, иерархически. Ну я бы предложил вот такую вот иерархию. Смотрите, допустим, у вас есть какой-нибудь ордер репозиторий, который смотрит в базу данных. И вы понимаете, что в базу данных он смотрит через репозиторий, там грубый DAO, ну то есть data.ac.s.layer, и там очевидные крут операции, а вам нужно больше, вам нужно, чтобы он еще мог дополнительные какие-то методы реализовать этих репозиторий, ну не совсем нет, в смысле совсем нет никакого смысла, потому что, в общем, зона ответственности репозиторий это DAO, data.ac.s.layer. Вы делаете надстройку, делаете сервис, ордер сервис, и в этот ордер сервис инжектите репозиторий. И суть сводится к тому, что вы делаете бизнес-операции какие-то в ордер сервис, а на низком уровне, там где репозиторий, они сохраняются и читаются из базы. Удобно? Удобно. А теперь давайте предположим, что у вас есть другая потребность. Вы хотите не только, допустим, использовать ордер, ну и ордер-итем какой-нибудь репозиторий, и теоретически его можно запихнуть и в сервис, но со временем эта логика сильно усложняется, и получается, что у вас иерархия немножко ломается, в том смысле, что вы можете в сервисы запихать сервисы, в репозитории, репозитории, и таким образом получается, что в какой-то момент у вас нарушение какой-то зависимости, и в рекурсе через Dependence Injection вы наблюдаете какие-то неприятности. И для того, чтобы это разрулить, теоретически было бы неплохо, чтобы вот эта иерархия существовала и в вашем приложении, неважно, как называются эти уровни, но суть сводится к тому, что строгое направление зависимости даже на этом отдельном уровне. Говоря сейчас об уровне, я имею в виду именно бизнес уровень, то есть бизнес лейер, в том смысле, что все, что написано на C-sharp. Смотрите, на самом деле три уровня сервис, провайдер, менеджер обычно хватает по самому крышу для обеспечения вот этой иерархии зависимости, чтобы не попасть в прикурсию. Я помню только один проект, где был еще один четвертый, я даже не помню, как мы его тогда назвали, но неважно. Суть сводится к тому, что на каждом из этих уровней каждая из доменных моделей могут запускать какие-то триггеры или должны запустить триггеры. И задача как раз этого самого entity-процессора, о котором шла речь выше, собрать вот эти самые триггеры или domain events, если хотите, чтобы потом можно было их обработать, запустить, стартануть, отменить, продублировать и еще что-то там. Короче, когда у вас есть в руках те самые веревочки, их можно дернуть, но главное не оборвать. В общем, вот такая вот картинка, я извиняюсь за такое длинное-длинное вхождение, но на самом деле это вот объясняет то, чего я буду сейчас делать. Есть какой-то entity-процессор, который может со всех уровней, ну, если они, конечно, у вас есть, собрать эти самые триггеры, а вот как раз тот самый медиатор, ну, я имею ввиду, ну, пакет, вот он как раз может собранные вот эти вот штуки выстрелить. Но теперь представьте, какая отсюда гибкость управления проектором. Если у вас для того, чтобы модуль получил какие-то изменения откуда-то, нужно всего лишь подписаться на эти изменения, а другому всего лишь навсего инжектить одну сущность, которая называется медиатор, который может выстреливать эти триггеры. Ну, в общем, такой лего-конструктор получается, которым, на самом деле, очень легко управлять, и на основе требований, которые выставляет бизнес, можно вот этими штуками варьировать, ну, там до бесконечности. Собственно говоря, все сходит с того, что вы можете даже сделать визуальный редактор. Ну, я уже прямо далеко забегаю, но теоретически это возможно. То есть декларативно описывать какие-то триггеры, которые можно сервизовать в класс, которые просто нужно потом пухнуть в этот самый медиатор, и кто-то где-то это подхватит. Довольны фантазией. Давайте переключимся как раз на демонстрацию и посмотрим, что я наворотил в демонстрационном проекте. Итак, вот то приложение, оно консольное, которое я подготовил специально, оно буквально про одну сущность и, грубо говоря, про один метод. Чтобы не распыляться, так сказать, на мелочи, давайте я вас познакомлю. Это сущность Ордер. Ордер – это ребята. Ордеры – статусы какие-то. И вот в конкретном вот этом консольном приложении, вот оно оно, я при помощи вот этой вот, где-то здесь вот, апдейт метода, меняю с текущего состояния драфт на бейтинг пеймент. Это коротенько. Теперь немножко поподробнее. Итак, у меня есть Ордер – сущность, у нее есть статус. У меня есть несколько сервисов, некоторые даже с реализацией. Например, статистик сервис, заглушка в виде реализации для того, чтобы можно было понять, как это примерно работает, максимально приближая к реальности, понятно, что это может быть реальный процесс и запускать. Есть notification сервис, ну, грубо говоря, какой-то, не знаю, e-mail сервер или там push-нотификация, не важно. Но он тоже в виде заглушки реализован. И тут, как бы, нечего на самом-то деле выдумывать. Я поставил простый task delay и, собственно говоря, написал информацию о том, что, собственно, происходит в консоли. То есть, есть интерфейс, есть его реализация. И есть у меня iOrder сервер, у которой реализации нету. Ну, то есть, в Core-проекте, но зато она есть уже непосредственно в самом консольном приложении, который, как вы видите, я назвал консоль App Good. Ну, то есть, хорошо. И это всё работает, давайте запустим, я вам, собственно говоря, покажу, продемонстрирую и расскажу вам, может быть, по пунктам немножко. Смотрите, вот, собственно, здесь всё написано, давайте проверимся. Итак, у меня есть приложение, которое стартует, есть Order, который создаётся, и потом мы делаем обновление этого самого состояния у этого ордера на другой, на Waiting Payment. Ордер successfully обновляется, мы проверяем, пишем ОК, и тут же запускаем какой-то там перерасчёт статистики, не знаю, платежей, там, долгов, чего хотите. И какой-то сервис, ну, тот, который называется identification, отправляет события, потом подтверждает его отправку. Какой-то сервис калькуляции говорит, что я запустил там расчёт, или перерасчёт долгов, если хотите, или там каких-то, не знаю, утяжений, важно. Потом он говорит, что я закончил, и приложение выходит. Вот, вот это приложение абсолютно простое, ничего в нём сложного нету, давайте пробежимся по всему файлу программ, который, собственно, всё и есть. Я прошу прощения за звуки за спиной, у нас дом только строится, ремонт. И вот, что я хотел показать. Ну, если свернуть всю вот эту гадость, которая тут, в общем-то, не нужна, давайте вот так. Есть using, тут как бы я использую сервис. Давайте тогда начнём с самого начала. Я подключил несколько нугит-пакетов, в том числе медиатор, в том числе конфигурацию, чтобы брать, собственно говоря, в settings, ну, допустим, у меня там лежат какие-то значения, неважно. Я подключил логирование, подключил сервис, ну, потому что красиво, и подключил Operation Result Core, который позволяет выдавать некую подобию спецификации 7807, ну, в общем, познакомьтесь с ней, это которая Details, Problem Details, вот как называется. Вот, и вернёмся сюда. Смотрите, у меня здесь есть что? Я как раз здесь создаю конфигурацию, я создаю настройки сериал логера, я подключаю, собственно говоря, файл настроек, в общем-то, здесь ничего интересного, здесь, наверное, чуть поинтересней. Я регистрирую, а, ну, здесь я вот ещё, кстати, где-то здесь, а, вот, создаю сервисы, ну, то есть это то, что где-то там за кадром есть Wysped up Netcore. И регистрирую какие-то зависимости, в данном случае это вот мои сервисы, создаю контейнер, ну, и дальше, вот, выйдя из этих вот регионов, теперь можно этот контейнер использовать. Первое, что я делаю, я получаю все зависимости, якобы зарегистрированные, опять же, я пытаюсь это приблизить к тому, что как будто бы эти зависимости получены из конструктора какого-то контроллера. То есть, грубо говоря, вот до этого места у нас, как бы, контроллер, а вот здесь вот уже сам метод контроллера. Вот как-то вот так вот, если смотреть, то будет понятнее. И здесь, на самом деле, все очень просто. Я создаю какой-то экземпляр какого-то заказа, пишу об этом информацию, дальше я собираюсь обновить какое-то состояние, вот эти сообщения вы как раз и видели, а потом беру order service, выполняю вот этот вот метод, который называется update state, и при успешной операции я должен отправить нотификации, ну, об успешной смене статуса и запустить какую-то рекалькуляцию, то есть перерасчет, чего-то там, не важно. А если у меня не успех, то я должен просто нотифаять с анговором, типа, ну, все плохо, чуть не сказал говнет, в смысле, ну, что все плохо и поэтому никаких рекалькуляций не нужно, куда-то что-то отправляется. Как работает update service, на самом деле все просто. Здесь, если говорить конкретно, то мы создаем то, что будем возвращать, и потом набор каких-то проверок. Одна проверка, вторая проверка, третья проверка, четвертую проверку я не дописал, давайте прямо сейчас допишем. И пусть она будет таким образом, если, допустим, у нас price, ну, меньше, либо равно нулю. Ну, то есть совсем плохо, и мы говорим, что там, допустим, priceError, или, допустим, не пусть будет по образу и подобию, как и та, noError, и напишем, что has no price before. Даже вот так. Вот, и мы говорим, что у нас здесь ошибка, ну, грубо говоря, в каждом из проверок при наличии ошибки мы создаем окончательный exception, отправляем в operation result и возвращаем. То есть, так называемый подход fail first. Проверили, не получилось, вернули результат. Проверили, не получилось, вернули результат. Вот, fail first примерно так работает. И тут надо сказать, что если все удачно, то мы меняем статус, делаем якобы сохранение в базу данных, в operation result говорим, что у нас есть этот самый order уже с новым статусом, и делаем return. Вот такая вот несложная операция. То есть, работает она следующим образом, как я показал. Ну, а если у меня, допустим, price running 0, я запустил приложение, и у меня показывается ошибка, не могу, уведомление и все такое. Ну, вот как-то вот так. То есть, на самом деле, простое приложение с одним, грубо говоря, методом, с одной сущностью, с одним статусом. Что здесь не так? Если быть до конца честным, то это приложение работает. Оно выглядит достаточно солидно. Мне кажется, это показательно. Но бывают такие моменты, когда нужно пересматривать то, что вы написали. Эти моменты называются новые требования. В частности, вроде примера, давайте посмотрим сюда. Допустим, я хочу сделать следующее. Если у меня, допустим, title не заполнен, а это какой-то важный отчет или там документ, я не знаю, статья блога или еще что-то, я хочу сделать какую-то модификацию, допустим, автору этой статьи или там главному бухгалтеру. Я сюда должен что сделать? Я должен написать конструктор. Я сюда должен iLutification сервис какой-то прокинуть. И смотрите, у меня начинается рекурсия, которая уже выглядит не очень красиво. Я в сервис, вливаю сервис и мне нужно делать пересмотр архитектуры. Теоретически, конечно, можно все бросить и оставить как есть, но в какой-то момент у вас будет в списке сервисов большое количество сервисов и вы просто не будете знать, кто из них в какой сервис вливается. Вливать можно до бесконечности. Но в процессе запуска в рантайме вы потом узнаете, что у вас рекурсия и будет очень трудно все это разрулить. Безусловно, существуют механизмы, но этим нужно заниматься, за этим нужно следить. И это нужно писать код по-другому, забивать костыли и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, вот в моем варианте, этот notification сервис должен быть более низкого уровня, потому что нитификации могут инжектироваться везде. Значит мне order service нужно переделывать в провайдер. И с точки зрения банальной эрудиции ничего в этом сложного нет, но такой пример у меня на самом деле сложный. А если я допустим захочу сделать следующее. Если у меня сюда приходит цена, которая выше определенного размера, ну опять же я надумываю всю эту логику, но у меня должна запускаться калькуляция. то есть теоретически у меня сюда нужно тогда заинжектик еще и какой-нибудь там так называемый iCalculation или как я его там назвал? iCalculation, а нет, iStatistic, прошу прощения. iCalculation, статистик сервис, который тоже по идее должен быть уже каким-то другим. А есть ключи, что в этот сервис вливается логер, пока не говоря уже о том, что здесь могут быть другие вливания. Ну в общем смотрите, когда логика усложняется, придерживаться правил становится сложно. И вот если разделить вот эти вот все, ну смотрите, то есть если мы связываем явным образом через вливания конкретные сервисы, конкретные менеджеры и провайдеры, это все работает до определенного момента, пока мы точно знаем, как это именуется и кто от кого зависит. Но как только у нас появляются новые требования, которые могут изменить наши названия в файлах, названия этих уровней, то и переделка будет на самом деле большая. Опять же повторюсь, да, можно все бросить и ничего не переименовать, но тогда в какой-то момент вы беретесь в более серьезную проблему, которая называется рекурсия зависимости. Поэтому да, нужно переименовывать и в зависимости от сложности количество этих переименований и рефакторинга будет все больше и больше. Я предлагаю другое решение, которое позволит из конкретного сервиса, причем любого уровня, выстроить какие нужны события. На выходе конкретного метода я получу эти события и дальше я смогу с ними поступить так, как я хочу. Давайте это сейчас начнем проделывать. И есть еще здесь и другие проблемы в этом проекте. Я, наверное, про них умолчу, а вы отпишите в комментариях, какие проблемы в этом проекте есть. Вот сейчас, на данный момент, я сейчас буду делать следующее. Я создам новое консольное приложение, которое будет называться как-нибудь, не знаю, по-другому, видимо. Вот. И в нем уже буду реализацию делать, чтобы мы могли сравнить и то, и другое, то есть и ту, и другую реализацию. Безусловно, они должны быть рабочие. После того, как я видео сделаю, я выложу это все в гитхаб, и у вас будет возможность посмотреть и то, и другое, и, в общем-то, сравнить, и даже будут исходники этого самого, того, чего я сделаю. Ну, в общем, вот так вот. Итак, я создал новый проект, который имеет уже суффикс advanced, и здесь у меня есть все то же самое, что есть. Так, что-то тут я, минимум, не до конца создал. Так, вот, все верно теперь. Я перенес те самые регионы, которые были в предыдущем. Ну, в общем, чтобы у меня был контейнер, и здесь у меня сейчас открытое место для деятельности. Я перенес также Upsettings. Ну, чтобы можно было читать, кстати, я не перенес сам этот файл Upsettings. Ctrl-V, правой кнопкой, свойства, есть ли новый. Да, все, это будет работать. Вот. И там есть, наверное, давайте вот такое разделение сделаем. Вот здесь вот, которое я напишу new, а вот здесь название приложения напишу old. Ну, чтобы мы их различали, ну, не более того. Я также создал, ну, сделал референс на самый этот корр, в котором есть интерфейсы. И вот в сервисах создал файл WordService, и в него сделал выносили команд iOrderService. Ну, чтобы у меня, в общем-то, это было то, что, собственно говоря, уже есть в том проекте. Единственное, наверное, что я сейчас отсюда возьму некоторые штуки. Ну, например, создание ордера. Наверное, логирование возьму еще. Так, это у нас не тот проект. Вот он тот. Нет. Вот он тот. Вот. Вот. И теперь, наверное... Ну, смотрите. Давайте сначала поговорим вот о чем. То, что у меня есть OrderService, и он делает апдейт в 66 строчке. Это на самом деле понятно. Тут, как бы, логики другой я не вижу. Единственное, что внутри вот этого апдейт-сервиса я хочу, чтобы у меня в новом проекте работало уже по-другому. То есть я хочу, чтобы использовалась какая-то другая механика. Вот тот самый EntityProvider. Нет. Вот как он. EntityProcessor. То есть для того, чтобы мне этот EntityProcessor сработал, теоретически, ну, давайте начнем с самого простого. Я создал конструктор. Пусть он так и называется. Ну, давайте вот так вот. OrderEntityProcessor, чтобы мы уже говорили конкретно. И я его вот так вот и назову. Что там? Ну, пусть будет просто EntityProcessor. Пусть вот таким вот образом создается. И здесь, когда я, в общем-то, должен получить какой-то результат, я теоретически тоже должен написать OperationResult, который будет возвращаться. ReturnOperation. Ну, вот как-то вот так. Для начала, да. Здесь я сделаю Async. А здесь, а здесь мы будем сделать, ну, тот самый SafeChange эмуляция. Пусть будет такой. Wait. Task. Delay. Ну, пусть какую-то там секунду постоит. Опять же, только для того, чтобы было понятно, что мы там какие-то операции делаем. Дальше. Мне нужно здесь вот этот самый EntityProcessor теоретически сделать какой-то там execute, наверное, или процесс. Давайте лучше напишем. Будем делать это Sync-овым вариантом. Вот. То есть, чтобы у нас какая-то операция прошла, и мы могли получить ее результат. Вот таким вот образом. И что мне нужно сделать? У меня здесь уже сущность есть. Ордер. Вот она приходит. Стоит. У меня есть. И я хочу сделать следующее. Я хочу, чтобы ордер вот этот самый был сделал. Я хочу данному процессу рассказать. Вот с этим ордером сделай следующее. Ну, пусть будет New. Допустим. Change. Status. Ну, пусть будет Action, да? На самом деле не важно, как это называется. Ну, нет. Хотя в данном случае, наверное, важно. ChangeState у нас вообще-то называется, да? ToPublishIt как-то вот так вот. Action. То есть, вот какой-то такой вот класс. Я хочу туда отдать и с ним потом что-то поделать. И в результате есть ли у меня Result. Ну, окей, допустим. Сейчас опять же говорю, у меня этого кода нет. Я хочу в этот Operation, который результат выполнения этого метода, когда отдать, допустим, Result. Ну, пусть будет Entity. И Retour сделать Operation. Ну, то есть, как она. Fail first. Я наоборот сделаю. Не важно. Вот. А если у меня... Так. Я Вас обманул. Здесь тогда мне сейв-то не потребуется. Этот сейв будет где-то там внутри происходить. Отлично. Тогда сделаем и так. Если у меня операция завершилась не успехом, то здесь я как раз вот этот Operation наполню следующим. Ну, здесь есть такой метод. Напомню, это библиотека, которая валяется в интернете. И она, в общем-то, агрегирует результаты из методов и выдает наружу. Так. Ну, допустим, у меня здесь Error. Здесь, допустим, String. Ну, что мы тут соберем? Пусть у меня в результате, который получится действие этого метода, и тогда будет какой-нибудь Validation, наверное. Validation или Error. Ну, пусть будет Validations. Ну, пусть вот так вот пока отдадим. Не важно, как это выглядит. Result. Давайте вот так напишем. Чтобы было понятно. VarMessage равно Validations. Как будто бы это String какой-то. И здесь напишем... ой. Здесь напишем Message. Ну, чтобы... Пока вот так вот сделаем, чтобы компилировался. Вот таким вот образом. И дальше я должен сделать return operation. В общем, каким-то способом это должно вот так вот выглядеть. А что с точки зрения... Так. Сейчас, секунду. С точки зрения логики, которая будет выполняться в методе, ну, грубо говоря, контроллера, как мы договорились заранее, то это будет опять то же самое. Ничего не изменится. Вот тот самый Operation Result. Вот Breakpoint. F9. F5. Конечно же, это не соберется. Глупости нажимаем. Ну ладно, не важно. Вот. Теперь остался вот этот самый Entity Processor. Нужно реализовать. И давайте я создам папку. Пусть она так и называется. Order Entity Processor. Ну, подразумевается, что у меня множество, может быть, сущностей. Для каждой будет свой процессор. Поэтому... Или Entity Processor. Давайте вот так вот назовем. Entity Processor. Чтобы мы узнали. И пусть это будет для ордера. И в ней создадим Order Entity Processor. V.C.Sharp. Итак, у меня появилось... Вот, все-таки я опечатался где-то. Entity. Давайте сразу переменуем для красоты. Вот. Я буду сейчас реализовывать то, что у меня там уже почти реализовано. Он будет публичным. Мне нужно же его сразу же зарегистрировать в контейнере. И это у меня делается вот здесь. Так. Я добавлю сюда... Service Notification. Это у меня все остается. Это я получаю в сущности. Мне нужно вот здесь зарегистрировать. Пусть он тоже будет скоп. И я ему скажу, чтобы он зарегистрировался. Тогда, теоретически, я могу его вот здесь. Вернее, вот здесь. Нет. Много. Вот здесь. Я могу его получить. Вот он мой Entity Processor. Теперь у него должен быть какой-то метод, который называется... Ну... Пусть он так пока и называется. Так. Не так он должен называться. Он должен здесь иметь... Ну... Ну... Не знаю. Давайте его назовем. Execution result какой-нибудь. Не знаю. Пусть будет пока execution result. Что-то он мне подставляет эту длинную строку. это что такое, могу справиться в конце концов да что ты мне подставляешь так, и это будет ордер, какой ордер она пытается мне подставить может быть не переименовал а, у меня ордер один, все верно enter, да, хочу ну да, я понял на самом деле, смотрите, я создал папку ордер и у меня сущность называется ордер они совпадают и у меня начинаются грики давайте так вот entity order entity пусть называется папка тогда вот здесь у меня о, сейчас начнет все это человечески получаться вот таким вот образом и я вот ордер соответственно, да, хочу и он будет и change состоит, хорошо, пусть как-то вот так ну, в общем, чтобы было понятно мне этот change стоит какой-то нужно придумать название теперь мне нужно реализовать execution какой-то result пусть будет здесь, пока валяется вот, и теперь дальше, чтобы у меня проект собрался мне нужно какой-то окей, да ну, давайте прямо отсюда вы и сделаете мне нужно создать свойство окей пусть оно пока будет ну, вот, вот так вот не знаю, пусть пока будет вот так true, не важно это мы потом доделаем дальше что мне? мне нужно какой-то entity ну, смотрите, на самом деле здесь у меня может быть ордер но я предполагаю, что скорее всего это будет ну, пусть пока так, не важно будет более понятно пусть у меня это будет какой-нибудь а, это innumerable ну, то есть это будет собирать список ошибок пусть будет какой-нибудь string, например validation давайте переменуем его errors какой-нибудь, не знаю, вот такой далее, давайте реализуем это правило ну, пусть это правило делает следующее наверняка я хочу сделать так у меня есть ордер и мне нужно применить это правило давайте по пути наибольшего сопротивления даем у меня у каждого правила будет какой-то свой собственный результат помимо того, что у процесса есть свой какой-то результат операции применения операции еще у каждой операции будет свой результат bar result ну, или допустим пусть называется result равен change application ну, пусть будет там apply, например ну, как вариант и даже не просто apply а async чтобы мы, допустим, применяя какую-то операцию могли ее выполнить асинхронно отправить куда-нибудь там запрос, может быть, даже в другой сервис неважно и еще мы хотим здесь сделать следующее я хочу сюда в этот обработчик отдать ордер и, смотрите, я хочу придумать такую штуку которая могла бы передавать какой-то контекст между правилами пусть эта штука называется ну, давайте так сделаем private, допустим, readonly какой-нибудь там ну, классный нет, классный, классный, как и назвать допустим, где кто там entity processor так и называется контекст контекст и я так и назову его пусть так и называется вот так вот и этот классный, соответственно, нужно создать мы потом, естественно, все разберем по полочкам сейчас пока так и я хочу отдать сюда этот самый контекст чтобы я, если вдруг какие-то там манипуляции сделаю внутри этого правила то, в общем, у меня, чтобы наружу пришло то, что нужно и этот результат у меня будет не тот результат, который я буду давать я буду делать очень хитро я буду делать так вот если result apply, да? да operation ну, operation result уже занят давайте apply result вот так вот если apply result окей ну, то есть применился успешно то я буду возвращать return new execution result ну, теоретически, даже если success, то это будет success result а в противном случае return new execution не result а error какой-то и, соответственно, у меня будет два наследника от этого класса где он вот он пусть это будет как-то вот так то есть здесь у меня будет success неправильно написанный а здесь еще тогда нужный error ну, опять же я немножко подготавливаю базу я не буду весь его целиком полностью писать я просто покажу идею а потом напишу и, возможно, дополню это видео далее мне нужно реализовать эту функцию и здесь она должна что-то вернуть ну, смотрите это какой-то action пусть будет action result наверное плохое название потому что оно будет путаться да ну, давайте тогда его назовем entity action result который будет apply и здесь мы будем ну, давайте bar result review entity action result и будем его же и возвращать этот самый result но предварительно мы должны с этим ордером что-то сделать пусть state равен так как я назвал этот самый action он назывался change state на publish значит state равен complete publish ну, хотя странно а вот waiting to давайте так назовем его не publish а переменуем пусть будет change state to вот такой в общем сейчас у меня пока ничего нормального здесь нету все как бы половано давайте немножко еще соберем то есть на данный момент никакого профита моя реализация не несет единственное что можно подумать что мне потребуется вот в этот процесс наверное какие-то дополнительные параметры и я бы их назвал какой-нибудь iEnumerable какой-нибудь там ну, если это action который применяется к сущности давайте это назовем rule какое-нибудь правило да которые будут валидироваться перед тем как о я уже что-то там угадал кто там не знаю давайте будет i нет я хочу его да что такое c здесь мы создадим i.ru public interface вот такое и что-то там должно происходить в общем что я хочу сделать я хочу чтобы когда я выполняю какую-то операцию прокидываю какую-то сущность хочу чтобы эта сущность обрабатывалась конкретно какая-то операция или пачка операции опять же и перед тем как применить этот action я хочу чтобы проверялись какие-то роли я сейчас останавливаю видео немножко допишу и покажу что я сделал итак я написал некоторое количество классов они собственно не важны я это буду доводить дома а сейчас давайте запустим приложение посмотрим что оно работает да оно действительно работает вот выполняется все то же самое что выполнялся в первом варианте но с точки зрения банальной юридицы я его сильно усложнил потому что появилась куча всякой хрени поэтому давайте пробежим по дебагу и посмотрим что собственно происходит итак мы дошли до пункта где мы начинаем делать какие-то проверки и я нажимаю F11 вот мы получили стейт который нужно поставить вот ордер пробегаем здесь я создаю какое-то правило которое называется check order title и в этот процессор опускаю ордер сам опускаю экшен который нужно с ним сделать и правило нажимаем F11 пошла проверка правил если правило есть значит у меня по умолчанию не валидно сущность я проверяю каждое правило пробегаю вот у меня проверка конкретного правила ну delay для красоты если у меня вот реальная проверка происходит у меня если title не задан то я выдаю error rule result с указанием что у меня собственно говоря ошибка если все нормально выдаю success и здесь на выходе проверяю есть ли ok success правило скипается других правил нет валидность проверяется наличием записей с ошибками все отлично ничего не сломалось раз ничего не сломалось можно применить собственно это правило вот apply произошел здесь все отлично ok true success в общем вы видите все работает и здесь возвращается отоперейшн результат с тем новым самым entity который внутри уже с обновленным статусом ну и на выходе я получаю все те же самые результаты что были в предыдущем то есть vault так называемой версии какие плюсы от того что я накорябал такое количество классов вот сейчас их не видно кроме того что я потратил время на их на реализацию то в общем то ничего такого не видно какие плюсы с этого можно выводить ну давайте для начала вот такую штуку покажу у меня есть вот это вот правило и я могу его на самом деле отсюда убрать и сказать что у меня сюда передается допустим ну или допустим ну давайте поставим что здесь можно ставить ну в 12 я сейчас это поправлю вот такой вот ну поставим и здесь давайте давайте вообще уберем чтобы он собственно не мешался мы отсюда правило теоретически можно будет сделать это по-другому и здесь сделаем вот такую штуку которая будет вот эти правила получать из ая нумера булл конечно же она не изменилась и естественно она ритонли и теперь мы будем его получать из конструктора то есть если я сейчас пойду в программс найду где-то здесь вот регистрацию зависимостей ну например бы здесь и скажу что помимо order entity процессора зарегистрировать мне еще и правило у меня уже в процессоре есть правило и я его буду проверять вот оно одно то самое которое собственно и показывает что мне нужно сделать проверку того самого и так то есть я могу теперь правило втыкать налево и направо нужное не нужное то есть собственно помимо того что у меня само правило смотрите вот у меня это правило оно теперь превратилось в класс и у него у самого есть контейнер значит я могу сюда запихнуть ну там конечно а логгер и значит у меня есть точка расширения ну допустим чек результат логгер значит мне сюда можно и базу данных и на другой сервис сходить и все что угодно и это будет капсулировано именно в этом правиле давайте здесь напишем какой-нибудь логгер лог какой-нибудь information и скажем чеким какой-нибудь там title я не знаю давайте ctrl f5 проверим что это работает где-то тут должно быть написано вот чеким title то есть я уже имею точку вхождения то есть масштабирование у меня увеличилось дальше больше количество этих правил ctrl c ctrl v сейчас сделаем новое правило я их могу создавать быстрый чек допустим order что там было я его так назвал здесь напишем price ну конечно же правильно напишем теперь это у меня конструктор и я вот так вот тоже добавлю и здесь у меня здесь будем проверять ну price допустим в общем не важно чем проверять price больше нуля нуля то есть есть ли price больше нуля тогда нет давайте меньше либо равно нуля тогда сделаем так вот price то есть я по большому счету смотрите во первых я кроме того что добавил один файл ну требования изменились каких-то изменений не особых делать нужно добавился один файл я могу написать на него юнит тесты не трогая всю остальную логику и единственное что я должен сказать что мне это правило тоже нужно зарегистрировать вот таким вот простым способом чек ордер прайс я запускаю приложение давайте я прям сразу пойду в этот самый процессор поставлю здесь бряку запущу еще раз понял а чекинг тайтл чекинг тайтл я уже прошел смотрите вот я пришел правила вот их у меня уже два один ордер другой price другой тайтл просто практически ничего автоматическим включением более того я могу сделать таким образом что у меня количество инжекшенов то есть правил которые хочу варьировались на основании каких-то данных каких-то декларативных разметок может быть от роли пользователя может быть от того что production stage или develop то есть я как минимум могу это все таким вот образом масштабировать до бесконечности кроме того у меня сам action который я применяю конкретной сущности тоже является классом а значит я могу сделать то же самое i logger что там change action пусть будет logger сделаем его сюда и скажем какой-нибудь опять гадость по поводу того что у нас logger log information в общем state changed гадость но самое интересное это не в этом наша задача была собрать те самые так называемые а вот а ну вот смотрите теперь у меня что получается я поменял этот я не могу вручную создать но и это не проблема я могу сказать в change какой-нибудь там файл напишу и скажу что я буду получать из конструктора и мне тоже никто не запретить это сделать потому что change как он там называется вот он payment action запятая и я хочу его сделать вот таким и вот так вот сюда его пропихнуть и запустить и у меня сейчас все сломается потому что я его не зарегистрировал в общем дальше есть куда двигаться в том смысле что можно расширять там очень большая расширяемость масштабируемость так называемая ну у меня есть я вот таким вот способом зарегистрирую я прошу прощения что пишу код в процессе договорения или говоря пишу пися код короче писи код ну в общем все заработало все отработало в том смысле что я пытаюсь показать большую гибкость вот этого подхода и надо сказать что эта гибкость ведет как раз меня в ту область где я могу просто и легко собирать какие-то события например я открываю вот этот самый экшен и хочу здесь сделать таким образом чтобы если у меня нужно после смены успешной смены вот какого-то стейта я могу вот в этот самый контекст да вот в этот контекст add какой-нибудь domain ну пусть будет event и какой-нибудь там new я могу там notify что-нибудь там кого-нибудь там somebody то есть не важно какое как я буду это самое я могу здесь в процессе выполнения вот этот контекст прокинуть и записать этот самый domain event и на выходе вот этот контекст у меня попадет вот смотрите у меня здесь execution result я могу сделать вот так вот я могу запихнуть в контекст могу запихнуть в этот result давайте сделаем и так и так ну в общем надо просто подумать как это сделать я думаю что я продолжу делать это видео через какое-то время пока оно заморозится в result равен you и здесь вот result давайте вот так вот я могу сделать вот так например что у меня result создает и потом этот result вот таким способом простым могу в контекст это запихать и это тоже будет работать могу контекстом воспользоваться еще по-другому просто его обычно создаю чтобы потом много чего не переделать но теоретически я потом сделаю и вам покажу давайте наверно пока на этом остановимся я возьму рекламную паузу ну для вас она пройдет очень быстро я доделаю этот проект до ума доведу чтобы его из него можно было сделать нукит пакет сделаю примеры и потом когда все будет готово мы с вами увидимся и я все расскажу и покажу ну что ж друзья я закончил рефакторинг и сейчас я вам покажу что я тут наделал выходные пропали не зря я достаточно хорошо потрудился и теперь готов вам представить то чего наворотил итак первое это я создал контроллер класс в котором есть два метода и я их дергаю как раз в том самом программ для того чтобы просто разгрузить в первом методе я якобы создаю сущность а во втором апдейт якобы обновляю ну в общем то это все что там есть и внутри вот этих методов уже используется ордер сервис который раньше использовали прямо в программе и здесь по большому счету теоретически тоже молча изменилась в общем к чему я пришел я сделал специальный метод на create есть метод на update и соответственно вот они как работали так и работают в приложении которое называется good ну то есть хорошее решение я пришел к очередному выводу что есть ли у вас вот такого типа логика повторяется да то есть у вас есть какое-то создание там проверки делаются на update проверки делаются там может еще какие-то манипуляции с вашей существенно тоже делаются проверки то вот эта вот штука начинает повторяться вот здесь ну или в какой-то мере начинает повторяться рано или поздно вам нужно будет дублировать эту логику либо искать варианты которые сделают какое-то универсальное решение то есть сделать какой-то класс и в котором будут эти все проверки реализованы или допустим использовать флюинт валидейшн который так или иначе тоже создает классы ну в общем я пришел к поводу что какая разница какие классы делать можно это сделать классы для интити процессора в конце концов ну и даже флюинт валидейшн можно использовать в интити процессоре ну уже как по другим углом ну ладно тут давайте запустим проверим что это действительно работает да это действительно не работает потому что я что не зарегистрировал ну да это я немножко погорячился давайте зарегистрируем вот эту штуку я вот это сюда скопил я видимо ее не везде зарегистрировал вот добавим контроллер и здесь я так же сюда добавлю контроллер зарегистрировать и запустим эту штуку вот то есть старая реализация предыдущая вот old написано создали что-то там поделали как-то там показали в общем мало что изменилось теоретически здесь вот происходит ма а нет здесь давайте прям breakpoint нажму еще раз прогоню по-быстренькому вот смотрите мы заходим сюда здесь у нас просто создается сущность здесь мы отправляем ее в этот самый ордер сервис который умеет создавать сущности вот я проверил одну вторую третью здесь у меня якобы все сохранилось прошла секунда и в общем-то у меня на выходе как раз тот самый operation result и все все сохранилось все красиво ну и если говорить про более глубокую или так сказать продвинутую реализацию я так сказать немало поработал честно скажу давайте переключусь на новый проект и покажу что здесь изменилось на самом деле все что я рассказывал оно реализовано но помимо этого есть еще куча всяких нововведений да прямо за этот короткий срок ну во-первых смотрите появилась возможность конфигурировать entity процессор для каждой сущности есть возможность прокидывать ой скипать ну то есть как это игнорировать дубликаты то есть когда вы одну и ту же сущность по одним и тем же правилам прогоняете можно включить а можно выключить и тогда будет выходить exception есть понятие как fire ой есть понятие о котором мы говорили домайн ивент который собирается в процессе обработки разных правил и разных экшенов и мы на выходе можем их получить и обработать или сразу же запустить эти ивенты по окончании обработки конкретного метода давайте покажу есть у меня допустим order entity и там есть процессор называется order entity процессор теперь теперь она наследуется от базового класса который называется entity процессор base и указывается тип сущности которая обрабатывается смотрите у меня теперь появилась возможность загружать все rule то есть все правила одного метода процессора или загружать все экшены напоминаю для того чтобы выполнить какое-то действие ну вот в частности где вот здесь вот в order service нам в order service приходит order процессор тот самый order entity процессор и внутри помимо этого я сюда инжекчу еще два рула и вот таким вот образом вот этот рул который create.exe action который в общем то ничего не делал кроме как создает там где сущность якобы создает ну мы делаем вид так говоря ее же и выкидываю наружу ну в общем эта заглушка по идее там где-то в глубине она должна сохраняться в базу данных ну и когда она отрабатывает у меня происходит здесь вот сохранение в базу данных якобы псевдо сохранение если так можно выразиться я создаю entity action result в котором собственно могу зарегистрировать новое событие которое называется domain event которое называется order created domain notification и где-то есть этот самый domain notification который может в общем то этот notification перехватить то есть вернее хендер который может перехватить и так же я проверяю есть ли у меня в этом контексте обработаны ну то есть добавлены добавлены которые были раньше там как то собственно говоря кем-то добавлены и если где-то у меня допустим несколько ну вот этих вот самых одинаковых типов что собственно не скричено мало ли по ошибке еще как то не важно то теоретически я могу их на выходе проверить и добавить в этот таск или удалить какой-то из них или создать новый вернуть результат в общем все это конечно на самом деле выглядит очень сложно но гибкость при этом ну просто обалденно ну и в конце концов если у меня эти домайн ивенты есть я могу их выстрелить или добавить сюда или удалить в конце концов или еще что-то неважно в общем то тут как бы на самом деле все понятно давайте вернемся туда где у нас есть вот этот create order create domain notification к нему есть зарегистрирован хендлер который единственное что делает ну вот в JSON по идее выводит информацию какой-то влогер информацию о том что было создано как раз этот order сериализуя не больше не меньше в общем так заглушка очередная нам на самом деле это не важно важно что есть order процессор и выполнить можно как базовый класс который называется процесс async в котором можно передать конкретный order и можно передать как конкретный action который нужно сделать с этим order более того я пошел дальше ну просто голова уже заработала в другую сторону я понял что можно создать и в этом самом ордере ой в этом order entity процессоре можно создать свой собственный метод который будет из списка полученных action которые были зарегистрированы в контейнере сейчас прямо покажу так это я сейчас вернусь сюда то есть помимо rule я могу зарегистрировать и пачку action и соответственно именно для этой сущности и вот здесь я их получу смотрите запускаю у меня breakpoint приходит в этот create order у меня здесь action и они два зарегистрированы то есть теоретически мне уже не нужно вливать какие-то я могу эти ну они во-первых именованные то есть я вот вижу здесь вот name нету здесь name нету но я могу проверить что этот name есть ну и в общем у меня сейчас его нету будет exception но ничего не стоит мне взять какой-то допустим action name у базового класса теперь есть свойство которое называется name так это async вот так я могу сказать что у меня есть у этого собственно говоря метода название которое называется create или как там я его назвал да create пусть будет пусть так и будет create ну естественно здесь должно быть вот так и соответственно я не там это сделал ну тоже нормально в общем это такая очередная гибкость да то есть можно это стрингом придумать можно придумать какой-то и нам можно опять же какую-то конфигурацию загружать и для конкретной сущности как можно прям выдавать на UI список действий который с ней можно сделать ну то есть опять же повторяю гибкость просто обалденная и можно выдавать этот список возможных так называемых экшенов с конкретной сущностью на основании ролей ну как вариант да и здесь у нас этот экшен ну так этот у меня называется create давайте этот назовем что он делает update state update в общем такая модель получается которой просто так сбоку не подойдешь какой-то экшен которого нету нельзя вызвать ну и получается одна одна как там одномоментно в один момент времени можно как бы сделать ну не знаю как это выразиться по-русски в общем смотрите у вас получается какая-то определенность в том что можно сделать сущностью и при том что если вы с ней что-то делаете у вас во-первых это все логируется можно pipeline можно transaction можно unit work подключить потому что никто не отменял медиатор допустим использование давайте сейчас запущу еще раз вот и таким образом получается что помимо того что у вас есть сущность есть действие с ней есть правила проверки у вас есть еще на выходе так называемые экшены которые вы с ней можете провернуть и domain event которые можно выстрелить обработать то есть гибкость на самом деле просто вот очень гибкость ну смотрите я вот запустил created отработал я вижу что у меня якобы сущность создалась то есть все то же самое только теперь с дополнительными возможностями и я сейчас еще покажу кое-что смотрите я потратил некоторое время на то чтобы зарегистрировать хитрым образом этот ордер соответственно процесса ну теоретически у меня может быть допустим так секунду у меня может быть там еще какой-нибудь ордер то есть в сервисах я сделал экстеншн который позволяет любой тип зарегистрировать более того вот эта штука берется то есть настройка для этой сущности берется из orders вот у меня то есть из app settings вот он app settings orders и вот эти настроики вот и соответственно я могу их дергать прям там не знаю с другого сервиса в концептах я не знаю как эти настройки вы можете подгрузить но теоретически существует и такая вероятность вот и второй вариант если прям вы не хотите ничего дергать если вообще эти конечно настройки нужны естественно у них значение по умолчанию есть можно прям в раунтайме ctrl kru можно в раунтайме через config задать значение там true, false и все такое то есть если я задам допустим ну давайте вот отключим вот эту регистрацию вот а вот здесь вот автофайр стоит ну давайте для начала запустим и обратим внимание на то что происходит если этот автофайр domain event включен ну вот вы видите что у нас где-то здесь вот нас event регистрит event регистрит вот а если допустим поставлю false мне не нужно допустим выстреливать я их просто хочу собрать на выходе и посмотреть что собственно произойдет сейчас один момент эмулируется там задержка то есть никаких файров нету но тем не менее я могу где-то здесь допустим вот экзекьюшн давайте запустим с дебагом с отключенным автовыстрелом вот это можно убрать мы здесь нашли сущность запустили на выходе у нас на выходе есть валидейшн их нету вот резалт вот домайн events и здесь я должен увидеть что у меня выстрелит order created notification и order title verified notification то есть два нотификации выстрелит только при создании я могу посмотрите друзья то есть я могу сделать юнитесты которые проверят что вот эти штуки есть на выходе теоретически я даже мне не потребуется запускать приложения ну потому что я могу в юнитестах проверить что у меня логика отработала правильно и я получил нужные события а события выстрелит медиатор который писали другие люди на которого написали тоже там миллион юнитестов которые гарантируют мне что если их выстрелят то они долетят ну опять же если есть хендер и в итоге вся разработка упрощается в разы потому что у вас есть маленький кубик который можно нарисовать в конце концов на схеме и посмотреть что должно происходить в этом кубике что должно в него входить что должно выходить и какие кубики могут это получить ну в общем вот такая вот картинка получилась на самом деле так я отпускаю в ряду так 5 убираем ну и как вы видите у меня сейчас события не выстрелили и я могу их явно выстрелить в общем смотрите я пока делал этот рефакторинг я уже столько в голове всего наперед придумывал то есть эта штука может дальше развиваться причем дальше она может развиваться ну очень гибко и собственно говоря в разные стороны я это уже выложил в гитхаб и вы теоретически этим можете уже воспользоваться более того все проекты которые я сейчас показываю они уже ну все тот который я показываю он уже опирается на версию 1.0 и вы уже в принципе прямо сейчас как видео посмотрели там уже может быть уже даже новая версия вот что-нибудь в голову взбредет смотрите понятное дело что все это на самом деле вот как итог давайте подведем такой если подытожить то чего я за эти выходные наделал то я просто добавил работы разработчика то есть если вы захотите реализовать подобный функционал то что вы можете взять уже процессор вам все равно вот ваши вот эти правила нужно будет собрать в кучу смотрите какие плюсы во-первых вы будете знать где какие правила проверяются во-вторых вы это все можете покрыть юнит-тестами прям каждый вызов каждого правила каждый вызов каждого экшена в-третьих у вас это все может быть покрыто логами в-четвертых или какого же там по счету у вас может быть на выстрел конкретной рула или конкретной экшена может быть работать метрика и соответственно вы будете знать где в какой момент и как часто и в каком допустим регионе у вас часто создают в каком часто проверяют то есть такой ну я не знаю типа века конструктор который можно использовать ну по своему усмотрению и у вас есть точки входа которые вы можете расширить более того можете взять скопировать себе этот проект и полностью его переписать взяв идею я не пытаюсь настоять на том чтобы вы использовали прямо эти процесса я пытаюсь вас надоумить писать код немножко по другому процедурное программирование конечно хорошо но сишар это объекты методы объекты в общем я не буду 20 подробностей это уж как бы лирика пошла я с вами наверное на этом попрощаюсь я очень жду от вас комментариев по поводу увиденного может быть пишите сюда может не сюда и я еще хочу вам показать да вот эти процессор собственно говоря он уже валяется в доступе возможно какое-то время потребуется на рендеринг здесь я чё хотел показать здесь уже есть как я говорил ну гид пакет гитхаб и кроме ссылка сделала неважно есть уже он гонгом давайте начнем сначала ну гид здесь напишем да вот эндите процессор и а вот и хотел показать я уже начал создавать описание к этой штуке и скорее всего будет ну во первых сейчас пока нет ни одного самый рекоментария к одному классу этого процессора и я постепенно буду наполнять ну помимо того что будет как-то там уживаться утрясаться все происходящее внутри и теоретически в общем то будет я надеюсь описание все друзья отлично провел выходные правда жена не рада но она это уже нюансы мелочи жизни вам всего хорошего пишите правильный код и до новых встреч за субтитры сделал DimaTorzok за субтитры сделал DimaTorzok элитр